Жители дома по адресу Коблевская, 42, рассказывают, уже позабыли те времена, когда их родной двор выглядел чисто и ухоженно. Было это вспоминают старожилы леток эдак 12 назад, пока в подвал дома не заселили дворников. Почему в подвал, а не в общежитии, одесситы не понимают. Объяснить им причину никто не посчитал нужным. По словам жильцов дома, у нежданных соседей дворников нет элементарного – канализации. Поэтому все отходы люди выливают прямо во двор. Даже в жару обитатели дома вынуждены держать окна наглухо закрытыми. Открыть форточку очень проблемно, особенно летом, потому что запахи вылитого фекалия посреди двора не дают все время при закрытой форточке. Жители дома говорят, что неоднократно в течение многих лет обращались за помощью в коммунальные инстанции. Но кроме отписок ничего не добились. Вечная грязь, вечный шум, маты, пьянки, чтобы не говорить и хуже, помои и тому подобное выливаются во двор. Обращение было и в ЖЭК, и в Санэпидемстанцию, и в прокуратуру. Никакой реакции, одни отписки. Из одной инстанции людей отправляют другую. Больше всего возмущают тот факт, рассказывают жильцы, что якобы по документам дворники давно в подвале не живут. Они передают дело на рассмотрение в обл. администрацию. Оттуда отписка приходит, что все дворники были уволены и прочищен двор, практичная календарция. За помощью одесситы обращаются к общественникам и СМИ. Нам показалось, что действительно очень просто разобраться с этим. Вызвать участкового, обратиться в прокуратуру и вопрос решиться. Оказалось, что нет. Оказалось, что действительно необходимо привлекать внимание общественности, привлекать внимание СМИ к этой проблеме и помочь ей решить. Потому что в конечном итоге люди, которые живут в этих домах, имеют право на то, чтобы распоряжаться своими подвалами, на то, чтобы в их подвалах не гадили, в их дворе не выливались постоянно помои. Вместе с Сергеем Дубенко мы спускаемся в подвал дома, где и проживают дворники. Неприятный запах затрудняет дыхание, а света практически нет. Это помещение можно назвать жилым. Обратите внимание, здесь не то чтобы канализации или водопровода, здесь вообще ничего нет. Здесь невозможно жить, это совершенно очевидно. Нам удалось пообщаться и с обитателями подвала. Жильцы трущоб рассказывают, вселил их сюда местный ЖКС более четырех лет назад. Люди проживают тут целыми семьями, без туалета, воды, отопления, а порой и света. Четыре года без туалета, наверное, сложно. Ну, мы ходим в туалет, вон на собор, пойдем, давай. Другие дворники, вот тут есть. А как же вы пользуетесь туалетом? Вам же надо же как-то нужду справлять. Умеем. Умеем справляться. Красавица моя. Так это же ваша или нет? Наша, наша. Никаких документов о том, что незаконные владельцы помещения, у людей нет. Документы у вас есть, что вы, ну вот, какие-то... Любые документы, что вы здесь проживаете. То есть, что вы здесь не просто вот зашли сюда и самостоятельно здесь живете, а что вы имеете право здесь жить вообще. Нет. Люди рассказывают, сами стали заложниками такой ситуации. ЖКС обещал обитателям подвала улучшить условия проживания. Собрал деньги, но ничего так и не было сделано, сетуют одесситы. Туалет должен был быть сделан еще до Нового года. Обещали. А кто обещал? ЖЭК. До сих пор деньги отдали. Мы деньги, все деньги дали. А сколько с вас собрали денег? С каждого. С каждого. По 600. Теперь уже общественники будут писать обращения в правоохранительные органы. И по факту незаконного заселения, и по факту незаконного сбора денег.